Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого. Очередная партия в режиме Красной Смерти. Наконец-то я сыграю за сектантов. Кстати, обратите внимание, что два сектанта в партии. Просто можно менять цвет. Ну, собственно, как и сейчас в шестой циве. Это выбрано, что можно две фракции использовать. Хочу за сектантов сыграть, потому что, мне кажется, она самая сейчас крутая. Но я пока за них не играл. Мне просто пока кажется, именно из-за этого плюс три к обзору. Потому что вы раньше видите все, получается, руины городов, там, варварские поселения. И раньше можете принимать... Ну, и, соответственно, другие фракции раньше видите. И раньше можете принимать решение, куда вам двигаться, что захватывать. Вы сможете больше, наверное, юнитов получить, как мне кажется. Посмотрим, как получится. То есть я уже играл за фанатов и за скитальцев. Ищите... Ой, я сразу прям внизу карты появился. Ну вот. Видите, нам уже видно... Виден один из... Одна из рой. Ну, наверное, пойду... Не буду пока соединять. Пулеметные роты. Давайте я вот так сделаю пока. Кстати, имейте в виду, я вот этого... Мне подсказали зрители, что у юнитов изначально... Вот не будем сейчас брать, что плюс три у сектанта. У юнитов радиус обзора две клетки. А у поселенца три клетки. Три клетки. То есть, грубо говоря, ваш поселение дальше видит на одну клетку, чем ваши все остальные юниты. Поэтому это тоже стоит использовать, как мне кажется. Холмы. То есть я сюда не смогу встать в следующем. Да, то есть только подойти пока успею. Так, ну, конец хода. Ждем, когда остальные закончат ход. Так, есть. Давайте потихоньку подходить. Тут через речку перепрыгну. Ну, вряд ли сейчас меня кто-то может захватить на этом этапе. Ага, вон у нас уже... Видите? Я его раньше вижу, чем он меня. В этой стороне у нас фиолетовый. Это кто? Это мутанты. Вот они. Плюс три очка перемещения в красной смерти у него будет. То есть здесь у него нету больше очков. Отлично. И пошли... К этому парню. А он вообще двигается? Да, двигается. Что он получил? Он опыт, похоже, получил. Сейчас, потому что юнит тут никакой не появился. Не знаю, стоит ли мне его трогать или лучше... Я бы его не трогал. Мне кажется, лучше по руинкам идти. Сейчас я уйду. Он меня не видел точно. Я уйду и лучше руинки буду собирать. Сейчас объединяем. Уходим сюда. Этим идем сюда. Тут, видите, плохое прохождение, поэтому я лучше вот сюда подойду, потом сюда. Блин, а тут белый. Почему я постоянно среди появляюсь между кем-то? Мрак. Еще, знаете, появится какая-нибудь безопасная зона, что мне придется куда-то бежать. Наверняка. Но, слава богу, они меня не видят. Эти ребята меня не видят. Этим я пойду вот так. Больше юнитов. Я хочу больше юнитов. Хочу, чтобы у меня... Ну, как мне кажется, вот самые крутые юниты это вертолеты. Опять же, поэтому хочется, чтобы вертолеты... Ну, понятно, ядерные бомбы, но, по-моему, ядерные бомбы не сразу появляются. Ну, уходим от края карты, потому что, в любом случае, спасение будет... Блин, опять. Я, конечно, могу армию из этих пехотинцев создать с другой стороны. Сюда встанем. Все равно будет безопасная зона где-то в центре карты, а не с краю. Более того, как мне кажется, во всех этих батл-роялях, безопасная зона всегда генерируется там, где меньше всего юнитов. Ну... О, варвары появились. О! Это зашибись, что они тут столкнулись. Это у нас скитальцы, мутанты, а там, значит, были... То есть, уже четверо мне понятно, где находятся. Наверное, так. Хочу того белого контролировать. Так, это моя руинка будет. Видите, там между собой, хай. Противотанковый юнит. Тут еще хорошо, что вы видите соперников довольно рано. И вы можете контролировать. Я вот уверен, что фиолетовый и коричневый меня не видели, как и белый. А я вот между ними тут лавирую. Ну, как-то мало руинок. Найдено. Ага, вон варварский лагерь. К нему пойдем, значит. А куда белый делся? Белый, наверное, туда в сторону пошел. Пока у нас тут немного экшена. Я лавирую между тремя фракциями. Два хода до появления красной волны, до появления... До появления безопасной зоны. Чтобы понимать, куда бежать будет. Ну, ты вот суп-падуван. А вот тут центр будет, и в две стороны куда-то надо будет спасаться. А, слушайте, а тот белый случайно тоже не сектант ли был? Вон красный, кстати. Блин, атакуют моих варварцев. Нет. Я хочу их забрать. Так. А вот красный как раз сектант. Красный сектант. То есть он меня как раз может увидеть. Так, давайте мы как-то аккуратненько... Блин, жалко. Я не успеваю никак. Был бы вертолетик. Вот я бы красного хотел вынести, конечно, в первую очередь. Потому что, получается, белый... Это, видимо, выживальщики. Был бы вертолетик. Или пираты. Пираты, наверное. А вот красный это вот этот... Другой сектант. И он постоянно, кстати, последним ходит. У него, наверное, уже куча юнитов. Так. Нет, мы в безопасной зоне. Блин, он там реально... Лупасит уже. Я зря, наверное, подхожу. Потому что он убьет меня. Давайте мы, наверное, куда-то туда пойдем. Все, он захватил. Я думаю, нам надо пехотинцев объединять в армию. Вообще, даже не в корпус, а в армию конкретно. Ну и защищать, соответственно, поселенца таким образом. Он видит мой этот юнит. О! Уже кто-то вышел. Пер... Нет, кто вышел? Мутанты. Я думаю, что мутанты просто тут проиграли фиолетовому. Это вот тут были у нас мутанты. Ну и все, ливнул. Сейчас посмотрим, как следующим уходом будет, если они исчезнут. Да. Эти мутанты побеждены. Один груз, второй груз. Далековато. Далековато. Ну, вертолет. Ну, зашибись. У него уже вертолет. Класс. Значит, сваливаем отсюда. Хотя, если это у него все юниты, которые у него есть, в принципе, то тогда не так все страшно. Я хочу объединить все-таки в корпус. Я буду отступать сюда, может быть, на себя вытягивать его. Мне просто интересно, один ли это корпус или нет. Вся ли это у него, все ли это юниты у него или нет. Отлично. А сами мы пойдем вот куда-то туда. Зачем он тут за мной? Ну, просто отвлекаем от наших других юнитов. У меня мало юнитов, чтобы его атаковать. Я бы, может быть, еще этой ПТ-командой подошел сюда. Но она далековато. Она будет долго к этому вертолету идти. Вот так встанем. В защиту. Ничего нету. Все обобрано. По идее, он, наверное, должен видеть вот этот мой юнит. Раз, два, три. С два. Да, наверное, он и за счет поселенца видит его. Не совсем я верно сюда встал. Должен видеть. Ну. Поменялся местами. Тем не менее, я тут постою. Пускай подходит сам. Он туда отъезжает. Интересное решение. Так, надо бы мне его раньше обстреливать. Но он, правда, может вертолетом добить моего парня. Шесть ходов еще можем гулять. Ну вот, вертолеты тут самый крутой юнит. И прикол в том, что если вы прокачали вертолет на движение, ну, хоть на один, хоть на один уровень, то вы можете взять, что юниты с вертолетом, вот, объединенные, будут двигаться с такой же скоростью, как и вертолет. Получается, вы поселенцы можете очень круто спасать таким образом. Очень быстро идти в... В... Фу, боже, как она называется? В безопасную зону. Так, сейчас мы... Начинаем с обстрела. Он, по идее, должен убивать меня вертолетом, как мне кажется. О! А что там все собрано уже? Почему тут руины собраны? Ну, этих варваров надо будет выносить, конечно. И брать юнит. Исследованные руины. А вот кем они исследованы? Неужели вот этим красным? Неужели красный оттуда шел? У нас, правда, еще не встречены вот эти одержимые выживальщики. А фиолетовый откуда-то отсюда идет сейчас. То есть он тут убил мутантов, и получается, где-то вот здесь фиолетовый должен быть. Нет, он просто убегает пока. Наверное, сюда встану и апнусь. Интересно, на что он прокачал. У него, походу, два юнита только. Опа, еще кто-то вышел. Вот, выживальщик вышел. То есть в этом режиме, когда люди выходят, это не так критично, по-моему. Зона контроля против наземных юнитов. Плюс пять возьмем. Ну, у меня тут три юнита особо не походишь, да? Нафига он сюда подошел? Ну, какой он мне урон нанесет? И нанесет ли вообще? Я его следующим ходом, вот на данном этапе, могу убить. Но это потому, что у меня еще... Тут же урон зависит еще от того, от хитпоинтов, которые у вас есть. Будет он меня обстреливать? Нет. Два сектанта на пулеметных ротах воюют. Ну, чувак, ё-моё. Чё-то такой медленный. Да, могу убить следующим ходом, отлично. Нет! Он выжил! Чё-то... Циво, блин. Что за подставы с цифрами? Ну, он, наверное, меня тоже сейчас не может убить. Хотя... Ну, как бы нету смысла уже откладывать что-либо. Интересно, хватит мне хитпоинтов до третьего уровня. Если он сейчас вылечится, я все равно могу сюда отступить и... Он меня не убьет. Я тут буду бегать от него. Или сюда отступить. А с другой стороны он может взять как раз прокачку на движение по холмам. Но я все равно я отступлю и побегу куда-нибудь. Ему все равно через реку надо двигаться. Как-то так. Ну, чё он такой... Неужели так куча юнитов, блин, что он так ходит? Потому что я бы выделил только два юнита. Что он мог тут набрать что-то еще. Нет, он отступает. Он бежит. Значит, надо сюда встать и убить его. Еее. Умрешь в страшных корчах. Малое поражение. Давайте, значит, так проатакуем. И так. Еее. Вертик. Обожаю вертики. Воу. Ну, все равно пока ничего не видно. Вкусного. Так, почему у меня мирный житель внезапно тут встал? Хи-хи, мы его убили. Еее. Так, пехоту качнем. Нормально. Дуэль на пулеметах осталась за нами. Просто все потому, что он сбежал. Ну и, походу, я его перекликивал, на самом деле. Вот и все. То есть у меня первый ход за счет этого. Так, мы все еще в... Блин, что? Что у меня с этими стало? С юнитами. Против юнитов. Не, давайте игнорируем перемещение. Собственно... Здесь тоже. Так, а давайте-ка мы вертолет попрокачим. О, видели там? Чувак красно-желтый. Надо качнуть вертолет против... Этих ребят. Мне бы еще пулеметиком качнуть. У меня всего одно экспо до уровня осталось. Так, ну пока все неплохо. Все-таки один вышедший, он просто так вышел, похоже. Остальные пока здесь остались. Значит, вот... Скитальцы, это те, которые мутантов убили. Они где-то здесь, в этой стороне должны быть. Где-то тут. Пираты, это белые были. Значит, они где-то тут. Ну, вот, доступно повышение. Вот. И на этих ребят мне надо на этот вертолет повесить моего посела. И мы будем бегать аки-сайгаки. Ты охотник. Нет. Я охотник, ты сайгак. Я по делам, ты просто так. Я-я-я-я-я-я, я хочу тебя съесть. Пишем в комментах, кто узнал эту песню. Это уже больше года, кстати, прошло со смерти Кулинковича. Что-то вспомнилось. А, значит, вот. Все юниты в построении перемещаются за скоростью сопровождения. Считаю, вот это надо брать. В обязательном порядке за вертолетики. Так, где этот чувак? Куда он? Наверное, туда куда-то пошел, я думаю. Ну, собственно, тоже то, что надо перемещаться. Убиваем. А, нет, не убиваем. Ну, я получу повышение, не думаю, что он может меня убить сейчас. И у нас все, в принципе, неплохо. У нас все неплохо. Только что выживальщиков судного дня победили. Это, собственно, тот чувак, который вышел. Так что у нас в игре остались только реальные игроки. Что возьмем? Радиус к обзору, наверное, нафиг надо. Давайте дополнительную мощь для атаки. Ага. А, нет, это все тот же сектант. Слушайте. Ну, мы, тем не менее, полетим вертолетом сюда. А сектанта попробуем там словить. Ему все равно сюда надо переться будет. Сейчас попробуем его как-нибудь подловить в красной смерти. В самом деле, в этой игре самые большие препятствия не холмы с лесами, а реки. Вот, реки мешаются обычно в перемещении. Опа. Опять секрет. Значит, у него все-таки дофига юнитов. Но они у него разбросаны по территории. Так, ладно, встанем здесь. Потихоньку будем подходить. Сюда пойдем. Нам надо где-то вот на этом плато, видимо, задержаться. Я думаю, зона еще так не схлопнется, чтобы тут было опасно. Ага, подходит. Хорошо. Подходи, подходи. Я не против. 80-70. Ладно, сюда подойду. Где варвары? Сверху. Стоит ли туда идти? Вот в чем вопрос. Я бы хотел этот корпус сектантов убить, конечно. Опа. Вон у него где. Ну, это значит, у него два посела, я думаю. То есть, это один. А этого он где-то захватил. Вот тут этот вертолет, который летал. Мне надо... Мне надо как-то вот этот локализовать. Вот этих ребят захватить. И он сейчас пойдет, наверное, с этим разбираться, с этими варварами, блин. Надо как-то его... Не очень тут ситуация, прямо скажем. Ладно, давайте так сделаем. Мне кажется... Ну, если бы я был на его месте, я бы вот этими тремя юнитами... У тебя три юнита есть. Я бы пошел с этим варварским лагером. Нет, он сюда подходит. Так, это интересно. Значит, вот этого я могу ранить серьезно. Блин, тоже корпус пехоты. Ни хрена себе. Так, ну этого надо ранить. И вообще убить постараться. Стоим, полечимся. Блин, корпус пехоты и армия пехоты. У него круто. Мы следующим ходом узнаем. Да, вот он прокачивает. Но я могу убить. Нет, не могу. Блин. Так, я понял. Пора валить. Интересно, конечно, где будет зона. Но вот от этой армии красного мне надо валить. Он не будет трогать варваров. А, мы все еще в зоне. Это хорошо. Но он пойдет с тем варварским лагерем разбираться. Мне бы надо тоже что-то найти на самом деле. Ну, красный выглядит круче. Просто прямо скажем. То есть, вот это его армия. И здесь еще у него тут вертолет. Помните, с пехотинцем где-то бегает. То есть, он больше руинок нашел, чем я. Еще где-то в этом месте бегает фиолетовый. Ну, зная вот эту информацию, я думаю, мне бы хотелось, чтобы как-то фиолетовый на красного вышел. Фиолетовый это у нас... Нет, не фиолетовый, скитальцы. Коричневый, коричневый здесь. Фиолетовый проиграл как раз коричневому. Ну и что, ничего тут, да? Тут все собрано, похоже. Ну, хорошо, что он не заглянул в этот лагерь. Не собрал больше ничего. Хотя я бы на его месте заглянул. У тебя есть время, у тебя есть юнит, и почему-то не заглянуть. Не знаю, наверное, пока не будем переплывать. Мне бы хотелось увидеть следующую зону, конечно. Потому что мы сейчас, в принципе... Ага, вот его. Вертолетик. Ну, вот этот вертолет один. Он один, понимаете. Вот его бы надо замочить, конечно. И он не прокачанный, видите? То есть у него нету способности перемещения. То есть он следующим ходом переплывет реку. Слушайте, вот его надо ловить и поселенца забирать. Интересно, где вот эти пираты белые. Они были белые. То есть он где-то, белые пираты где-то вот тут. Помните, мы видели в начале, да? То есть где-то там. Тусит. Так, вот этими юнитами я буду ходить, в зависимости от того, как он этим вертолетом походит. И он не может больше, чем на две клетки ходить, потому что у него вертолет не прокачан. Ну, давай. Давай, чувак, ходи. Гляну, что тут. А все, он закончил ход, да? То есть он решил остаться здесь. Я понял. Я тебя понял. Ну, это, вот это центр, центр зоны, вот тут примерно где-то сейчас. Ну, это хорошая позиция у него тактическая, потому что у меня, я же не могу его сразу захватить. У меня как минимум надо через речку будет перебраться, например. Мне кажется, может быть, красному стоило... Он этими ютями сюда бежит, чтобы соединиться с этим вертолетом. Но мне кажется, что ему стоило все-таки забрать этот лагерь. В любом случае. Нет, далеко. Какие-то грузы далеко от нас спустились. Ну что, ты будешь ходить вертолетиком? С поселенцем. Это вот, вот это как раз ПТ-команда против вертолетов. Работает. Ну и против танков. Казахстанков что-то в этой партии вообще не завезли. Так, он походил. Хм. Я думаю, спускать меня на воду или не спускать. Ну просто я хочу вертолетом туда высадиться сразу. Ладно. Я мог атаковать вертолет, но я решил, что лучше нет. Блин, он прокачан. Вообще, мне не показывало прокачку, только сейчас показала. Это странно. Он начал убегать от меня. Блин, тут вот белые могут быть. Тут, соответственно, коричневые. Но мне кажется, он этого поселенца должен потерять. В следующем ходу мы увидим зону. Новую. У меня мало юнитов в этой партии. Вот вы видели, у красного сектанта у него корпус пехотинцев, армия пехотинцев, вертолет, ПТ-команда, по-моему, что-то еще. То есть ему явно с... Ага, все еще в зоне. Внезапно, пока я записываю, тут спонсоры. О, там кто-то атакует, видели, да? Спасибо всех, кто поддерживает. Становится спонсором канала, спасибо вам большое. Так. Он сюда отошел. Я его боюсь атаковать. Я его протокую вот этим, точно, следующим ходом. А вот своим вертолетом я пока опасаюсь. Тут кто-то атакует. Это явно белый атакует. Возможно, меня устроит, если он на белого выйдет. Тут собрали. Там белый явно собрал. Вообще, наверное, тут даже от зоны лучше играть. Видите, что все ништячки приходят на краю зоны, получается. Так? Давайте мы стоим, полечимся. Ну, должны, наверное, захватить. Мне кажется, должны. Надо отсоединить будет поселенца. Просто у меня будут раненые вертолеты. Хочу этот вертолет доб... Ага, отступает он. Надо будет поселенца... Блин, ну не добегаю я. Так. Соединяем. Я буду ходить поселенцам сначала. Под защиту пулемета ставлю. Вертолетом буду атаковать. Да. Наверное, так сделаем. Интересно, где вот эти скитальцы? Они вот тут должны быть, но их не видно. В чем интерес? Так. Блин. Блин, бесклики. Чуть не потерял поселенца. А вот пираты. Блин, может ты захватишь его? Но он не видит, наверное. Он его не видит. Хотя вот этим видит. Все. Этот поселенец мой. Отлично. Вот мы и встретимся. Вот это, конечно, белый меня беспоко... Пират, точнее. Черный меня беспокоит. Потому что он явно ни с кем тут не бился. Понимаете? И где коричневый? Вот в чем вопрос. Где коричневый? Не могу понять. Я его не видел вот с тех пор, как он мутантов завалил. Его не видно и не слышно. Да, ну теперь я в хреновой ситуации, конечно. Ну, этот вертолет захватывается. Наверное, даже я вот так похожу. Тут надо объединить. Будем отступать ПТ-командой. Да, поехали. Опа. Плюс один к перемещению и поставим поселенца с вертолетом. Блин, как бы вот мне их столкнуть? Черного и красного, а? И где коричневый? Сколько вопросов без ответов. Непонятно. Так, сколько мне тут? Если этот чувак меня будет атаковать здесь, например. Надо сюда идти. Надо, чтобы они друг друга увидели. Ну, красный-то, наверное, черного видит. Черный его не видит. Надо как-то вот так по диагонали скорее идти, да? Чтобы они столкнулись. У красного один поселенец остался. Один. У меня два. Два у... Коричневого точно. Так, ну, я надеюсь, что они уже... Судя по-моему, что красный начал отступать, я думаю, что он черного увидел. Вот теперь вопрос, где сейчас будет... Безопасная зона. Мне кажется, сейчас она не в мою пользу сработает. Сейчас, я думаю, она куда-то вот сюда уйдет. И это будет попец. Мне надо будет через зону бежать. И все еще интересно, где коричневый. То есть он, видимо, как-то по зоне, наверное, вот так обошел. Он сейчас где-то вот здесь находится вообще. Ну, мне так кажется. А, вот он! О, коричневый с красным столкнулся. Это прикольно. Так, ладно. Мы тут от черного спасаемся пока. Хм. Это интересненько. Так, сейчас у них там... Вопрос только... Смотрите, у него корпус до четвертого уровня прокачан, у скитальца. У скитальцев бонус в том, что они сразу могут по холмам или сам бегать. У них изначально все юниты на это прокачаны, считайте. Тоже неплохой. Вот я прошлую партию за скитальцев играл, мне понравилось. За них играть. Ну, сектанты, да, они в одном... Как бы они прикольные в этом, но тут очень большое рано. Вот, конечно, мне не очень повезло с количеством руин, которые я нашел. Хоть я их и видел рано, но... Ооо, какая интересная у нас зона получается. Так. Давайте убьем. Давайте полечимся. Е-е-е, вот это вот я и хотел. Да, 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 ребята, втроем друг дружку мочите. Полечимся. Потому что я вертолетом быстро могу бегать отсюда и полечимся. Все. Так. Там красный в зажиме находится между коричневым и черным. Отлично. Я думаю, красного должны вынести. И мне кажется, мне сейчас надо скорее обойти вот здесь и с этой стороны ударить черному в попец. М? Как вы думаете? У коричневого, да, два поселенца есть. Но тут сейчас зона будет сжиматься. А если я отсюда ударю, то я буду в безопасной зоне. Пока он там с красным воюет. Ну, посмотрим, как получится. Мне кажется, так... Так лучше будет. Я-то его вижу. Понимаете? А черный меня не видит. Он не видит мои юниты. Хотя вот этим он сейчас видит мою ПТ-команду. Сейчас посмотрим, кого он будет атаковать. Так. Тут потихоньку начинаем. Ага. Красный атакует черного. Еще раз, наверное... Нет, не проатакует. Подошел просто. Так. Мы подъезжаем потихоньку. Ну, давай, черный, делай что-нибудь. Да. Да. Молодец. Все правильно делаешь. Блин. Вот он не подвел все юниты, понимаете. То есть мне не хочется убивать черного. С другой стороны, там у красного в любом случае коричневый будет. Все. Видите, он убил красному. Ага, он поплыл. Вот это говно надо бы убить, конечно. Он поплыл. Он поплыл черный юн. Так, все. Мне надо будет сюда врываться. Отличненько. Пока все хорошо идет. И вот благодаря радиусу в три клетки я вот это вижу. Я понимаю, что делает черный. Значит, тут уже его юнитов нету. Он уплывает. Я могу спокойно сюда врываться. Здесь коричневый еще будет красного мочить. То есть красный попал в котел, в который я его заманил. Ага. Какой я молодец. Так, прикольненько, прикольненько. Так. Давай, стреляй по нему еще. Это, кстати, интересно, кто кого атаковал. Черный? Наверное, красный черного атаковал здесь. Ага, отступает. Да, красный черного атаковал. Про такую эту фигню. Ну, неприятная штука. Она очень далеко стреляет и больно. Убить не убью, но расстрою черного. Ну вот, когда я с краю зоны, видите, никакие подарочки не прилетают почему-то. Вон подарочек. Ну, черный красному как минимум один юнит убил. Я надеюсь, что тут еще и коричневое, что-нибудь с этой стороны напрягает красного. Интересно, куда зона будет схопаться. Еще четыре хода, в принципе, можно потерпеть. Так. Надеюсь, вы не догадаетесь, что с вертолетом и этой атаковать. Моих ребят. Так, тут пока лечимся. Ну, не знаю. Давайте я так подойду. О! Еее! Тут еще, да, да. Красный в попе. Это очень хорошо. Там еще черный вот отплывает с этой стороны. Интересная, конечно, развязочка тут будет. В самой плохой позиции, мне кажется, красный сейчас. В какой я позиции, будет понятно после того, как зона обновится. Ну, еще три хода, да. Зоны, как бы, можно потерпеть. Интересно, вот что будет черный этими юнитами делать. В принципе, я могу вот так подойти еще. Этот посерянец в безопасности, его не захватить. Ну, че, он до последнего таймера, что ли, был? Ну, я, правда, уже походил всеми, мне тут делать нечего, в общем-то. Так, я убью, наверное, этот вертолет. Нет, он улетел. Не, ну, это, конечно, некрасиво вот так делать. Чувак-то последних секунд доходит, ладно. Я-то его все равно убью. И тут вертолет я убью, я думаю. А, нет. Ладно. Хай спасается. Так, ну, вопрос, конечно, сейчас в зоне. Это самый важный вопрос. Вот это, похоже, вся армия, которая осталась у красного. А это все, что осталось у черного. Я бы сейчас шел вот в эту зону. Мне кажется, зона куда-то сюда схлопнется. Если так и будет, то это вообще класс. Это удачно получится. Я туда и пойду. Правда, еще два хода до схлопывания зоны. Будем по коту оперемещаться. Нет, все-таки убил вертолет. Все-таки вертолет убит. Так, объединить надо. Так, и... Так. Блин. Все, значит, черный эвакуировался. А, нет, смотрите, у него там еще. Он вообще их не объединяет в корпуса, я смотрю. Значит, ситуация такая. Я здесь. Черный здесь, красный здесь и коричневый здесь. Все еще хреновая ситуация у красного. И следующим ходом мы узнаем, какая зона. Это будет очень интересно. Тем временем, кстати, у черного два посела. О, отличная зона. Ха, давайте тогда мы тут красного стоять, встречать. Как вам такое? Если мы вернемся сюда... Отсоединяем. Тут атаки с края мне можно не ожидать. Поэтому я могу спокойно идти этими юнитами. Ага, красный туда пошел. Я хочу красного добить, честно говоря. Так, объединим. Красный в котле. Вот, я не знаю. То есть тут коричневый должен его напрягать. Тут черный. И снизу еще я. То есть надо бы избавиться от одного соперника, правильно? С зоной мне постоянно везет. Ну вот у черного дофига юнитов. Меня вот это смущает. Черный неплох. Кстати, черный не использует свою способность. На 50% меньше урона от воды. Не получает штрафы к перемещению от подгрузки и выгрузки корабля. Вот это, кстати, надо учитывать. Он может вертолетом мой... И, кстати, у черного очень много юнитов. Обратите внимание. Так. Прям темплей против красного. Такое сейчас происходит. Так, стоим, лечимся. Пока все очень в нашу пользу, в принципе. Все, я думаю, тут красному хана. Это два юнита, которые у него остались. Да, зря он за мной увязался тогда. Им надо было где-то тут вот оставаться. Вот в этом месте. Он бы себя очень хорошо чувствовал. Я бы себя, скорее, плохо чувствовал. У меня был бы тут черный, а тут, наверное, коричневый бы ко мне вышел. Но получилось, как получилось. Все. Но красный молодец, он борется. Давайте напишем. Ой. Чтоб поддержать моральный дух. Кому же достанется этот поселение с красного в итоге? Тут его черный напрягает, тут коричневый. Ну, я так понимаю, что у нас, у меня черного и коричневого сейчас одинаково по два поселенца. То есть этот будет таким, ну, немножко перевешивающим фактором. Поэтому, может быть, мне его и не стоит захватывать, чтобы, типа, сагрить второго участника как раз на того, кто... Чей будет третий поселенец. Так, три хода до зоны. Ну, вот здесь, мне кажется, такое более-менее безопасное место. Нет, это я не буду атаковать. Боевое мощи при обороне в лесах, джунглях, холмах и болотах. Да, наверное, возьмем. И тут, по идее, черный с коричневым должны начать биться. Потому что сюда как бы переправляться... А если черный будет переправляться, то я его встречу. Вполне. Я готов. Не хочется что-то добивать красного. Честно говоря. Забирается на ответственные утесы. Нафиг на-то. Радиус к обзору нафиг на-то. Давайте, наверное, от дальнобойных атак возьму. Хе-хе. Че он пишет хе-хе? Типа, никто не хочет его добивать. А, там стоит корб. Не знаю. Ну, честно, не хочется мне красного. Но вот нету желания его прям убивать. Давайте посмотрим, что тут. Тут не исследовано. Вдруг там что-то вкусное. У меня сразу быстро летает вертолет. Нет, нифига. Ладно, тут пока стоим. Ну что, стрелять, не стрелять? Эх, ладно. Интересно, зона просто куда. О! Наконец-то и мне повезло. Сейчас этого парня. Сейчас зона схлопнется. Посмотрим, куда. А тут далеко для них. А для меня нормально. Не, ну корпус пехоты прокаченный. Я думаю, там тяжело пилиться. А тут мы стоим ждем. Он поехал куда-то. Еее, ладно. Фиг с ним. Красный, живи. Если ты сможешь бороться, то борись. Я вообще не... Типа... Ну, я думаю, что тут черный его захватит в итоге. Все равно. А куда коричневый? Может, тут коричневый как раз эту заберет? Вот сейчас между нами будут черные. И, конечно, надо бы черному подрезать крылышки. Тут выглядит как черный претендент на победу, конечно. Сейчас. О! Ну, в принципе, неплохо. Я тут вот схоронюсь. Ну, красного добивают, похоже. Давайте какой-нибудь юнит хороший. Да, все. Нормально. Нормально. Мне нравится этот юнит. Не буду трогать варвара. Так, тут мы, пожалуй, по воде поплывем. Это будет быстрее, чем идти. Так, 6. Хотя... Да, ну, красному ГГ. Он молодец. Его единственная ошибка была, что он за мной поперся. Вот и все. И он попал в котел. И вот 3 человека, собственно, его мочило. Я думаю, что черный сейчас будет тут сидеть. Ему некуда. Ему нет смысла куда-то переходить. Но все будет зависеть от следующей зоны. Я вот сейчас вот тут расположусь на береге. На берегу. И буду его ждать. Не, пока нормально. Зона не будет с следующим ходом приближаться. Видите, 5 ходов до схлопывания. То есть, можно подождать. Вообще у него, смотрите, поселенцы без защиты вообще. Я это вижу. А вот он мои юниты, которые его видят, не видит. Поэтому, может мне рейд сейчас сделать вертолетом забрать? Давайте. И там его еще коричнево. Вот я говорил, что сейчас в плохой ситуации будет черный, понимаете? 3. Не дотягивается. И дальше уже все будет зависеть от зоны, опять же. Я, по идее, следующим ходом могу и этого забрать. Парня. Это очень интересная ситуация, как мне кажется. Этим я высажусь в поселенство, этого я заберу. Да, папа... А, блин, защитился. Ладно, тогда посмотрим, как ходить будут. Ну, я бы уплывал. Ой. Ой. Блин. Ну, что за подстава сейчас произошла? Он, кстати... Ну, он уже не успеет, у него тут вертолета. Но, в принципе, он мог бы отбить этого. Посела. Нет, тут не очень удачно получилось. Так, отсюда я, по идее, должен достреливать. Интересно, а варвар, я так понимаю, что эта красная смерть не трогает, да? Пиу. Пиу. Хе-хе. Да, черный в котле тоже. Между нами. Конечно, теперь опять же зависит, как схлопнется зона. Но, мне кажется, у черного опять тоже проблемы. Это я хороший, кстати, рейд сделал по захвату посел оттуда. Вот, видите, консолидирует силы как-то. Но я вот этой штукой могу, конечно, его обстреливать. Ядерку жалко не дали. Ну, и судя по тому, что ее никто не применял, наверное, никому не дали, не знаю. Ну, сейчас бы ядеркой сюда бахнусь, да? Как было бы классно. Сразу ГГ было бы для черного. Так, доступно повышение. Следующим ходом зона. Доступно повышение. Лечимся. Коричневый решил тоже не нападать, как бы он тут. Ну, сейчас все сидят, ждут, какая зона будет. Как бы нету смысла. О, мирный житель ранен. Нету смысла рыпаться. Кстати, неплохо. Кстати, меня даже это пока устраивает. Давайте. Апать. Может атаковать после перемещения. Давайте лучше плюс 7. Потому что... О, он туда пошел, к коричневому. Слушайте, если он сейчас пойдет к коричневому, то я, в принципе, могу и тут стоять. Но если он сейчас пойдет к коричневому, то я поплыву к нему. Ну, там коричневый забрал посылочку, ему свезло с этим. Знаете что? Я могу просто поселенцев здесь оставить и плыть без них. Точняк. Это вообще будет зэба. Да-да-да. У меня поселенцы здесь в офигенной обороне. Точно. 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 не но это это весело хочу сказать это весело черного надо мочить и я таким образом себе плацдаром а вот тут же у меня поселенцы тут сидят и никто к ним подобраться не может это тоже здорово так ну коричный черному как по моему гг смотрите что у коричневого rczo армия rczo армия блин поселами сюда передвинемся так тут об есть тут об есть будем стрелять просто опять что-то коричневому приехала но это короче коричневому постоянно как какой-то лайки так а а а а а а а так черный тоже похоже проиграл но я все-таки много юнитов теряю я тут теряю много юнитов опять коричневым прилетело ну что ты будешь делать ну это как-то нечестно слишком много коричневым прилетело сегодня припасов в конце игры я имею ввиду все черному больше нет да я похоже тут проиграю к сожалению ну мне кажется наверно слишком я вложился в битву с черным пожалуй да и вы посмотрите в последние скохотов наверно штук штуки 4 припасов приехала коричневому да это слишком дофига это черный вышел просто слишком но у меня эти три юнита осталось все я не могу имя ничего сделать ну я высажусь сюда конечно но какой у меня еще вариант давайте попробуем поселами вот этими поселами вот так вот проплыть и вот тут встать пускай он думает что я сюда эвакуируюсь ну блин мне нечем защищать эти юниты я не думаю что он сейчас потеряет что-то в зоне у него три три поселенца есть так и и и и и у меня такое преимущество что я его вижу но это так себе преимущество зона схлопнется и все на этом вот это я думаю что вся его армия но нет я не я не вижу честно говоря шансов на победу если бы он где-то был в красной зоне да если бы он там где-то проигрывал ну вот видите он армии просто меня уничтожает он видит этот юнит ну все я не могу даже ему уничтожать к сожалению ну давайте гг напишем я не буду высаживаться к сожалению ну как ну как вот что у меня один юнит наземный мне кажется моя ошибка была вот в этой последней атаке на черного зря я зря я пошел надо было тут сидеть до последнего с другой стороны коричневому круто повезло с со всеми этими ништяками которые ему попадали мне один раз только повезло один раз только что-то приехало и все у коричневого сколько там 4 5 в конце ну и он конечно хорошо сыграл он тут вот обходил нас тут он красного немножко под красный вот тоже боролся до конца как говорится ну все здесь уже красная смерть меня настигает вообще вот такая партия спасибо что смотрите я так понимаю что вам нравится этот режим смотреть поиграл я за сектантов да неплохо вот это способность конечно на 3 клетки видеть неплохо но тут еще больше все зависит от рандома да вот красному сектанту как мне кажется больше повезло с тем что он видел с тем что он получал какие ну он больше видел этих штук всяких ладно давайте я уже высажу здесь чтобы он забрал этого поселенца и закончим партию на этом раз два три четыре все статистику хочу посмотреть тут же есть по моему статистика по юнитам вот это вот все графики да так меня интересуют вот выживальщики и мутанты можно отключать количество сражений пират видите больше всех воевал у меня так даже видите вот остерегался всех этих битв постепенно так потеряно юнитов ну это я в конце потерял видите как я держался еще как мне как бы очень мало досталось юнитов в принципе уничтожены ну и пират больше всех убил юнитов я смотрю так что нормально сектант зато сектант вот этот второй мало убивал юнитов в общем вот такая получилась партия играйте в умные игры и стоит ли еще записывать за другие фракции опять же зависит от ваших лайков и комментариев всем пока спасибо что досмотрели до конца я Алексей Халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока